Глава государства Владимир Путин дал ряд поручений к обмину и отдельным министерствам и ведомствам по итогам своего послания Федеральному собранию. Для оптимизации расходов дефицитного бюджета на заседании администрации Ниницкого округа одобрили предложение о приостановке в 2017 году ряда дополнительных социальных выплат. Аньтарова, здравствуйте, в студии Ирина Нижалова. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений к обмину и отдельным министерствам и ведомствам по итогам своего послания Федеральному собранию, с которым он обратился 3 декабря. Поручения касаются самых разнообразных сфер, включая налоговую и финансовые системы страны, сектор высоких технологий, ОПК и прочее. Уже к 1 июня должны быть готовы предложения по оптимизации налоговых и льгот и других преференций. К концу 2017 года предстоит проработать вопрос о повышении устойчивости бюджетов бюджетной системы России. К 30 мая президент ждет комплексный план действий правительства на 2017-2025 годы. Оказалось в поручениях и заявленное в послании продление льгот для IT-отрасли до 2023 года. Президент также поручил Кабинету министров совместно с администрацией главы государства разработать и утвердить программу «Цифровая экономика» срок исполнения 1 июня 2017 года. К корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства до 1 марта 2017 года предложено принять дополнительные меры для стимулирования развития сельскохозяйственной кооперации. Кабмину также поручено разработать, подготовить и утвердить план-график подключения в 2017-2018 годах российских больниц и поликлиник к скоростному интернету. Задание получила и Общественная палата России совместно с Агентством стратегических инициатив до 30 апреля следующего года разработать план мероприятий по развитию волонтерского движения в стране. Для оптимизации расходов дефицитного бюджета на заседание администрации округа одобрили предложение о приостановке в 2017 году ряда дополнительных социальных выплат. При этом главный ориентир, принцип нуждаемости и адресности сохраняется. Вместо замороженных выплат предлагаются альтернативные варианты социальной помощи. Решение, которое снизит расходы бюджета почти на 266 миллионов рублей, будет вынесено на обсуждение в собрании депутатов. По предложению департамента, выплата досрочной окружной пенсии работникам образования будет сохранена в случае, если является единственным источником дохода человека. Еще одно изменение касается окружных доплат к пенсиям в размере 2708 рублей и 3100 рублей. В настоящее время их получают более 9 тысяч человек вне зависимости от дохода. Профильный департамент предлагает оставить эту меру соцподдержки тем пенсионерам, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в Ненецком округе. При этом действие нормы приостановления не распространяется на лице размер среднедушевого дохода, которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в Ненецком округе в расчете на душу населения. Это примерно 29 тысяч рублей. В данном случае мы предлагаем учитывать доходы непосредственно самого получателя. По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии в регионе составляет 20 тысяч 200 рублей. А это значит, что те, кто получает среднюю по округу пенсию, доплату из регионального бюджета будут получать и дальше. По сути, отмена коснется только работающих пенсионеров с высоким доходом. Приостановить предложенную единовременную выплату при рождении четвертого и последующего ребенка в размере 50 тысяч рублей. Впрочем, получить такую же сумму можно будет и средств регионального материнского капитала. Предлагается внесение изменений в закон округа о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. В части установление одной из форм распоряжения средствами окружного материнского капитала. Это единовременная выплата за счет средств окружного материнского капитала при рождении четвертого и последующего детей в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, вносимые изменения убирают дублирующиеся выплаты для граждан, которые потеряли одного или двух родителей в военных действиях СССР с Финляндией, Японией или Германией. Она составляет 3 тысячи рублей. Под эту категорию попадают около 300 человек – труженики тыла и дети войны. При этом те из них, кто рождены в период с 1941 по 1945 годы, дополнительно получают из бюджета НАУ каждый месяц по 7 тысяч рублей. Всего это 258 человек. Им предлагается сделать выбор между двумя ежемесячными компенсационными выплатами и получать одну из них. Кроме того, в сложных экономических условиях Ненецкий округ сохраняет льготное обеспечение лекарствами граждан в возрасте 60 лет и старше. Выслушать друг друга и выявить те вопросы, которые нуждаются в последующем законодательном оформлении. Депутаты окружного собрания провели встречу с главами муниципальных образований, которая прошла в рамках учебно-консультационного семинара. Участники встречи обсудили тарифы на электроэнергию, состояние дорог в муниципалитете, правила рыболовства и другие актуальные вопросы, которые сегодня наиболее всего волнуют жителей муниципалитетов. Вопросов у глав муниципальных образований традиционно много. Один из злободневных – тарифы на электроэнергию для юридических лиц, зарегистрированных на селе. В настоящее время для указанных категорий киловатт стоит 44 рубля. Как пояснил начальник управления по государственному регулированию цен Ненецкого округа Сергей Андрианов, данный тариф связан с расходами муниципального предприятия, которое обеспечивает потребителей электроэнергией. В каждом киловатте порядка 15-17 рублей – это только топливо, без учета ремонтных работ, заработной платы сотрудников и других расходов. Основной фактор – это, как я указал, топливо. А топливо, как мы все знаем, из года в год дорожает. То есть, если сравнивать, допустим, с предыдущим годом, то рост цены на топливо составил порядка 10%. Окружные парламентарии также отметили, что такие высокие тарифы на электроэнергию сдерживают развитие муниципалитетов, частного предпринимательства на селе. Хотя в последнее время ведется речь о развитии и поддержке малого и среднего бизнеса. Когда мы говорим сейчас по электроэнергии, это гиперзлободневный вопрос. В том смысле разговоры самые разные, самые нелицеприятные. Потому что вот мы говорим, в структуре бюджета, сколько здесь они занимают расходы, правда или нет, что начинает отключать уличное освещение в том числе, чтобы сэкономить средства. Это фактически говорит о том, что наши тарифы и по электроэнергии, они фактически являются запретительными, в том смысле, что больно бьет по бюджету муниципального образования, по частным предпринимателям, которые мы декларируем о том, что они должны развиваться, и последнее там по торговле. Разговоры о развитии конкуренции в этой сфере возникали неоднократно. Однако конкретных результатов пока нет. Также на заседании обсудили вопросы о регистрации прав собственности на земельные участки, размерах компенсационных выплат многодетным семьям взамен бесплатного предоставления земельного участка, о правилах рыболовства в границах населенного пункта и содержания дорог на селе. Как отметил депутат Виктор Кминсь, такие встречи взаимовыгодны. В таком формате при участии всех депутатов озвучиваются проблемы, вопросы, которые волнуют сельских жителей. В ходе живого диалога рождаются предложения по их решению на законодательном уровне. На следующий год и плановый период 2018-2019 годов обсудили депутаты окружного парламента. Напомню, определение расходных статей бюджета является предметом второго чтения. Так, на предоставление различных субсидий юридическим и физическим лицам в 2017 году планируется бюджетное осигнование порядка 769 миллионов рублей. При этом депутаты отметили, что это почти наполовину меньше, чем было предусмотрено на 2016 год. На переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, будут направлены чуть более 505 миллионов рублей. Из них более 420 миллионов рублей будут направлены на долевое участие в строительстве жилых помещений. Ряд вопросов возник у парламентариев при обсуждении расходов по госпрограмме развития транспортной системы округа. Депутаты говорили о необходимости строительства и ремонта дорог в сельских населенных пунктах, в том числе и возможности передачи полномочий в этой сфере на окружной уровень. Жители неблагоустроенных домов в ближайшем будущем смогут решить свои проблемы с выгребными ямами, где позволит придомовая территория, установят септики, а при наличии технических возможностей подключат внутридомовую систему водоотведения к магистральным сетям канализации. Эти виды работ вошли в перечень обязательных по капремонту жилья, финансируемых за счет фонда капитального ремонта. Потому что очень сильный запах в квартирах, жить можно сказать, что невозможно. Первым делом, мне кажется, ремонт начинается с низов, чтобы ничто не портилось, влага вот это все, надо убирать. Жильцы дома на Ленина 52Б о своих коммунальных проблемах рассказали нашей съемочной группе еще в сентябре. Тогда в доме проводили капитальный ремонт стоимостью почти 19,5 миллионов рублей. Правда, работы по ремонту выгребных ям предусмотрены не были. И все вот эти нечистоты, они текут под дом, что, соответственно, идут испарения, в квартире находится невозможно, что запах стоит, и, соответственно, все гниет, дом гниет, по-моему, даме. Решение проблемы довольно-таки простое, либо сделать септик, либо подключиться к системе канализации центральной, которая вот у нас в соседнем доме есть, дом идет под снос этот, также там есть водоснабжение, то есть протянуть здесь, в принципе, несложно, или поставить септик. Это вот идеальное решение, потому что ямы – это как бы уже вчерашний прошлый век, скажем так. Спустя несколько месяцев предложения жильцов по включению ремонта септиков и выгребных ям в перечень обязательных работ по капитальному ремонту услышали и включили в региональную программу. В фонде содействия реформированию ЖКХ по Ненецкому округу поясняют, ремонт выгребных ям целесообразен в тех домах, которые не имеют водоснабжения, то есть люди не используют в том числе и воду из системы топления. Если же водоснабжение есть, то такие дома должны быть централизованы. Фонд совместно с департаментом сейчас, наконец, вышел на ту позицию, что мы будем домайте канализовать, то есть делать стейки канализационные. Эта канализация по стейкам вводится наружу, то есть в ближайшем колодце, который будет монтироваться, депутатные колодцы, они на расстоянии 3-5 метров от дома. То есть они должны попадать на территорию, которая отведена под этот дом. Колодцы будут выполнять роль септика, и откачка нечистот будет производиться непосредственно из них. Но там, где позволят границы земельного участка, установят септики, а при наличии технических возможностей внутридомовую систему водоотведения подключат к магистральным сетям канализации. Те дома, которые были прокапитальны в 2015-2016 году, а это дома, которые будут, скажем так, приоритетными для этих работ в следующем году. Ну и, конечно, надо понимать, что каждый дом – это дом индивидуальный, и, конечно, здесь вот всех поданного ребенка нельзя будет подстроить. Мы же понимаем, что где-то яма, где-то септик, где-то лучше трубы протянуть, да. Смотрим, какие дома, насколько они ветхие, какой износ, перспектива этого дома, да. Как нас заверили в фонде содействия реформирования ЖКХ по Неницкому округу, дом номер 52-Б на улице Ленина будет канализован точно. Правда, о сроках пока говорить рано. И все же надежда есть, а это значит, что дело сдвинулось с мертвой точки. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Перенимая опыт мастеров с использованием современных методов. В рамках Дней Неницкой письменности два педагога дали открытые уроки для учителей родного языка со всего региона. Перенимая опыт мастеров с использованием современных методов, так обучают Неницкому языку в школе поселка Красное. В рамках Дней Неницкой письменности два педагога дали открытые уроки для учителей родного языка со всего региона. В числе слушателей была почетный профессор Педагогического университета имени Герцена, ведущий специалист по ненцеведению Мария Бармич. Своё экспертное мнение по итогам уроков и перспективы развития самодийского языка профессор рассказала нашему телеканалу. Назвать число 435 и 812 по ненецки – задача не из простых, но пятиклассники Красновской школы щелкают сложные числа, как орешки. На уроках ненецкого языка Валентины Ивановны Хатанзейской глаза учеников горят. Ещё бы! Две команды мальчиков и девочек соревнуются между собой. Интеллектуальный бой посвящён известным местам родного округа, ненецкой лексике и произношению. Все задания на мультимедийном проекторе и в игровой форме. В первую очередь нужно обратить внимание, что когда преподаёшь предмет, чтобы увидеть, а хочет ли ребёнок, и если он желает, то, наверное, дать ему работу посильную, чтобы не загружать его чем-то таким непонятным, сложным. А он ищет то, что пока полегче, а потом уже он сам заинтересуется. Педагогу необходимо заинтересовать всех детей, а не только представителей коренного населения. В школе посёлка Красное ненецкий язык изучают с 1 по 9 классы. Один урок родного языка и литературы, плюс краеведение и внеурочные занятия по культуре. Итого три часа в неделю. Ребята успевают познакомиться с разговорной речью, особенностями произношения, грамматика и языка. Очень рада вашей плодотворной работе, что вы на уроках используете новую программу. Это замечательно. Ещё хочу отметить, что дети много знают и хотят изучать ненецкий язык. Свободно говорящих и понимающих ненецкий язык сегодня в школе практически нет. Педагоги говорят, истоки владения языком лежат в семье. И это сразу заметно. На уроке в Учейской Просковье Ивановны один из самых активных учеников – Гера Остальцев. Он живёт с бабушкой и дедушкой, которые говорят между собой на ненецком. Их диалоги внук не понимает, но желание освоить родной язык есть. Ты бы хотел, когда они говорят, понимать их? Да. Что ты для этого будешь делать? Словарик куплю. В Санкт-Петербург поеду словарик поищу. Буду это переводить. Возможно, Гера ещё не знает, что именно Санкт-Петербург – один из центров исследований самодийского языка. На протяжении полувека в педагогическом университете имени Герцена научной работой занимается Мария Бармич. Почётный профессор знает и всегда повторяет – ненецкий язык красив и многогранен. Вот это слово «гани» – это очень такое объёмное, это многозначное слово «гани». Хотя так официально даётся «гани» – это «опять». Ну, это само название слова «гани», вот «гани» второго. Это не просто «опять здравствуй», это «гани» идёт дальше «здравствуй», дальше «будешь жить», дальше идёт к какому-то светлому, нужному, большому на них будет появляться. За более чем 50 лет преподавания в Институте народов Севера Мария Яковлевна создала около 140 научных работ, 37 учебников и учебных пособий. А совсем недавно, в год юбилея института, закончила одну из самых важных своих работ – выпустила русско-ненецкий словарь. Говорит, ненецкий язык очень богат, материала хватит ещё на пять словарей. Ну, конечно, он будет развиваться за счёт заимствованных всяких, наверное, со всех языков, потому что мы окружены многими народами, конечно. Ну, заимствованный язык тоже хорошо, тоже пополнение языка за счёт заимствований. Ну, будут оформляться нормами ненецкого языка все заимствованные слова. Так что я думаю, что язык наш будет далеко-далеко развиваться. По данным статистики, за последние десятилетия ненецкое население в России увеличилось. Исследователи считают, этот факт вкупе с семейным возрождением родной речи поможет самодийскому языку ещё не одно десятилетие звучать на просторах тундры и в школьных классах. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Отношение к выборам через творчество. Избирательная комиссия Ненецкого округа подвела итоги ежегодного конкурса «Палитра выборов». Всего на конкурс поступило 33 работы от участников возрасте от 14 до 35 лет. В этом году их оценивали по трём номинациям. Первая номинация «Моя семья голосует». На неё участники представили семейные фотографии с выборов. Вторая – приглашение на выборы. В работах должен был содержаться призыв прийти на выборы. Третья номинация, по словам секретаря избирательной комиссии округа Ларисы Сверидовой, была самая креативная. Она называлась «Лучшее селфи». В первой номинации все три призовые места заняли авторские коллективы из посёлка Коткино. В номинации «Лучший макет приглашений избирателей на выборы. Каждый голос важен» первое место поделили Ирина Пенькова, ученица искательской школы, и Елена Первакова, тоже из посёлка Искателей. Победу в номинации «Лучшие селфи я голосую» одержала Екатерина Коваленко. Мы обычно всегда используем и рисунки, и фотографии для оформления буклетов, для оформления календарей, для оформления приглашений, для создания презентаций и фильмов о деятельности избирательной комиссии. Это условие у нас всегда прописано в положении о конкурсе. Участники знают об этом, ну и с удовольствием соглашаются. Кроме конкурсной избирательной комиссии, победители оценивала и народная жюри – интернет-аудитория, которая традиционно голосовала за работы конкурсантов на сайте Ненецкой центральной библиотеки. В интернет-голосовании приняли участие 380 человек. На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Лакомбой, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok